Соблюдение прав и законности. Ответ перед парламентариями сегодня держал генеральный прокурор. Такой формат в овальном зале впервые в соответствии с обновленной конституцией. Ранее здесь отчитывались только премьер и вице-премьеры. Криминогенная обстановка, нарушение законодательства, деструктивная деятельность, направленная на подрыв суверенитета страны из-за рубежа. Эти темы звучали сегодня. Особое внимание о проблеме наркотиков. За прошлый год количество таких преступлений немного снизилось. Вместе с тем злоумышленники вовлекают в работу наркомаркета все больше молодежи. Привлекают ее и для выбивания долгов с наркокурьеров. Интернет-магазины по продаже наркотиков активно увлекают молодых людей в свою противоправную деятельность, в том числе по выбиванию долгов с наркокурьеров. По указанию организаторов наркобизнеса, передаваемым в сети интернет, подростки жестоко избивали провинившихся, в кавычках, наркокурьеров, нанося десятки ударов деревянными битами и металлическими прутьями. Дошли до того, что одной девушке отрезали фалангу пальца. Трем лицам причинены тяжкие телесные повреждения. Побои и пытки записывались на видео и с целью устрашения других наркокурьеров демонстрировались в сети интернет. В прошлом году возбуждены уголовные дела о таких преступлениях уже в отношении 16 лиц. Позиция депутатского корпуса единая. Этим фактом должна быть дана самая строгая оценка. Говорили о важности амнистии для тех, кто попал в криминальную среду по недоразумению. Абсолютно любое преступление любого направления в первую очередь требует профилактики. И далеко не случайно именно по наркотическим статьям, а если сделать шажочек назад, то впервые наш белорусский парламент в законе об амнистии применил именно снижение меры наказания по наркотическим статьям. Так называемая знаменитая 328 статья получила послабление, причем как для несовершеннолетних, так и для взрослых лиц. И уже только в последней амнистии, которая у нас была к Дню народного единства, оставили только категорию несовершеннолетних лиц. Еще одна тема – коррупционное преступление. В прошлом году по результатам проверок возбуждено 80 уголовных дел. В основном это факты злоупотребления властью, получения взяток. В отдельных случаях нерациональное использование бюджетных средств. В прошлом году количество учтенных коррупционных преступлений осталось на прежнем уровне. К уголовной ответственности привлечено больше должностных лиц, если быть точным, 819. Из них 21 занимало ответственное положение. Фиксирует Генеральная прокуратура и нарушения в работе системы здравоохранения, в частности, речь о подкупе медицинских работников и несвоевременное оказание помощи. Активная работа продолжается. В расследовании фактов геноцида белорусского народа установлены более тысячи населенных пунктов, которые частично или полностью уничтожены в годы Великой Отечественной. В нашей стране по предварительным подсчетам причинен ущерб более 2 триллионов долларов. Эта цифра не окончательная. В Комитете госбезопасности отмечают активизацию всех видов разведки спецслужб коллективного Запада против Беларуси. Об этом заявил глава ведомства, представляя в Совете Республики законопроект об изменении кодексов по вопросам уголовной ответственности. Основной акцент иностранные спецслужбы делают на вербовку, чтобы получить доступ к закрытой информации. Подробности в наших следующих выпусках. Обновленная концепция национальной безопасности и белорусское народное ополчение. Что ждал и что получил Зеленский от секретного визита Байдена? И какими ожиданиями живет мир накануне годовщины специальной военной операции? Об этом не только в очередном выпуске. Ток-шоу «Объективно» в 7 вечера на ОНТ. Партнер номер один Москва. За прошлый год удалось нарастить объем поставок в Россию, но резервы еще есть. Задача – максимальная вовлеченность федеральной и региональной программы. Расширение промышленной кооперации, создание совместных производств, реализация союзных договоренностей. Во многом это зависит от внешнеполитического ведомства. Главные приоритеты в работе на внешнем контуре прозвучали на коллегии МИДа. Развитие взаимоуважительных отношений. Единственный способ урегулирования противоречий с Западом. Дипломаты не оставляют попыток донести до политических кругов недружественных стран принципиальные позиции Минска. В том числе о контрпродуктивности санкций и ограничений. Там, где это отмечают белорусским интересом, мы сохраняем критический диалог. Однако оппоненты пока глухи к любым аргументам. На международных площадках ООН и ОБСЕ, западные страны и дальше пытаются протащить откровенно антибелорусские инициативы. По оценкам МИДа, этот год будет не менее напряженным, давление продолжится. Впрочем, Минск и впредь будет противостоять вызовам, исходя из приоритетов сохранения суверенитета и безопасности белорусского государства, укрепления экономики страны и благосостояния людей. Нужно не только выстоять, но и прибавить по экспорту товаров и услуг 5,5%. Продолжить Беларусь позиционировать и безальтернативность мирных переговоров в регулировании конфликтов как в регионе, так и на глобальном уровне. Проверка боеготовности и работа пунктов управления вне мест постоянной дислокации. В погранвойсках плановое учение. В соответствии с задачами создана обстановка, позволяющая максимально отработать слаженность действия, а также навыки оперативного управления в самых разных ситуациях. В лагере отрабатывают усиление охраны госграницы. По замыслу учения обнаруживают и ликвидируют вооруженное формирование. Ведут борьбу с диверсионными группами. Обучение продлится до конца следующей недели. Впечатляющий подарок ко Дню защитников Отечества и Вооруженных сил Беларуси. Дворец независимости вновь принимает гостей. Символ белорусской государственности посетили преподаватели и слушатели факультета Генерального штаба Военной академии. Многие пришли семьями. Гостей встретили на самой большой церемониальной площадке страны. В зале торжественных церемоний. Показали помещение, где проходит важнейшее совещание и встречи. Каждый смог почувствовать сопричастность к историческим событиям. Познакомились и с убранством дворца. Его интерьеры разработаны и созданы белорусскими мастерами. Радует то, что этот дворец сделан в национальном стиле, из национальных строительных материалов и национальными компаниями. Это вот в первую очередь, что впечатляет. Дворец дает ту ясную полную картину для каждого человека в нашей стране, побывавшего здесь. И показывает ту атмосферу, в которой работает наш глава государства. Находясь здесь, каждый присутствующий, он прочувствовал на себе всю важность этих событий, всю мощь дворца независимости. И мне, как человеку государственному, тем более в преддверии 23 февраля, Дня защитников Отечества, в год мира и созидания очень приятно находиться в этих залах. Экскурсия длилась больше двух часов. Посетили гости и сокровищницу подарков президенту. Здесь хранятся тысячи предметов от лидеров зарубежных стран, известных личностей, трудовых коллективов страны. О доходах и расходах вечером в нашем эфире Марина Караман разберется в ценах на продукты и что на них влияет. Килограмм огурцов стал стоить в два раза дороже, чем куриное филе. Конечно, эта ситуация изменится, но так высоко цены взлетели впервые. Хотя и геополитическая обстановка вокруг Беларуси так сильно меняется тоже впервые. Наши соседи тормозят движение грузовиков через границы. Один из каналов логистики блокирован из-за военных действий. Гиганты европейской промышленности загнали себя в энергетическую давку. Что дальше? Сегодня станет все понятно с такой темой, как дорогие мои огурцы. До встречи!